видео которым я хотел показать как я шпаклюю стеклохолст немного практики все подробности то есть какой шпаклевкой какой консистенции и немного фрагмент работы для первой протяжки стеклохолста я использую финишную шпаклевку фасадная она цементная но несмотря на то что она цементная у нее состав входит много полимеров то есть можно сказать что она полимерная вот для тех кто первый раз смотрит мой канал то есть объясняю в чем плюсы я уже неоднократно говорил плюс этой шпаклевки в том что она во-первых влагостойкая то есть идет для фасадов она прочная то есть ее не так легко зашлифовать вот и самый главный плюс что она быстро схватывать то есть она не разбухает не разбухает как раз это является ключевым моментом для стеклохолста что под воздействие дальнейших шпаклевочных работ и грунтовочных стеклохолст может отслоиться вот как раз это первый слой шпаклевки он защищает стеклохолст вот это основной плюс вот разводим мы сейчас покажу примерную консистенцию то есть где-то вот вот в таком то есть слишком густую не надо почему потому что если вы будете делать слишком густую шпаклевка шпаклевки будет тяжело проникнуть в поры стеклохолста то есть нужно сделать так что первый слой полностью пропитал стеклохолст чтобы не просто поверхностно вы прошли шпаклевка но чтобы вы пропитали вот таким образом вы улучшите улучшите свойства стеклохолста то есть он будет намного крепче нужно полностью пропитать для этого такой вот консистенции все теперь сам фрагмент работы еще хотел сказать когда мы клеим стеклохолст можно места такие как подрозетники то есть любые отверстия не вырезать то есть это для удобства того чтобы оттуда не сыпалась всякая грязь всякий мусор когда вы шпаклюете потом когда вы прошпаклевали все слоя подготовили под покраску потом можно аккуратно вырезать это некоторые даже после покраски вырезать но это уже на желание но лучше конечно до покраски на всякий случай потому что при вырезании может произойти какой-нибудь форс-мажор чтобы не покосать краску чтобы не испортить лучше это сделать до покраски хотя в целях того чтобы мусор не сыпался с одной стороны конечно можно и после покраски но это уже кто как привык для работы используем швейцарку так вот она выглядит такая боевая и обычный шпатель чтобы накладывать а а а а швейцарка очень удобно работать то что на шпателе ручка пачкается здесь все как говорится остается на поверхности швейцарки в этом плане удобно то есть одну и ту же шпаклевку вы можете полностью под нет раскатать а там она переходит на жало шпателя на ручку шпателя приходится счищать заново наносить здесь вот все что вы взяли вы можете беспрепятственно нанести на стену полностью гнули обратить внимание я не накладываю слой то есть обязательно нужно на сдир делать этому есть две причины первая причина это чтобы стеклохолст не разбухал потому что когда вы первый слой проходите у нее есть такая вероятность возможность может откиснуть потому что клей разбухает вот для стеклохолста то есть пва все разбухает поэтому тонкий слой обязательно и вторая причина это чтобы не испортить поверхность обязательно на сдир то есть Продолжение следует... Примерно вот так выглядит поверхность. Поверьте мне, что казалось бы маловато шпаклевки, но когда я буду шлифовать, я обязательно покажу, что у меня здесь еще много всего сошлифуется. Когда она усядет, вот эти волоски исчезнут, и много еще сошлифуется. То есть оптимальная консистенция шпаклевки, это вот как я показал, не гуще. Если вы гуще сделаете, будут отслоения, и плохо будет впитываться шпаклевка в сам стеклохолст. А это нежелательно. Вот, в принципе, все, что хотел показать. Какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч.